Можно ли построить хорошую физическую форму, не ходя в зал? Только собственный вес тела, там пол, турник или еще что-либо. Я отвечу да. Поскольку здесь важные ключи являются в том, что вам нужно держать первое интенсивность, потому что у вас нет прогрессии весов. Следовательно, вам нужно повышать интенсивность, то есть отдых между повторами, подходами сокращать до максимума, чтобы вот быть таким же мокрым, как я сейчас. Нельзя себе позволять роскошный отдых в 10 повторений отжиманий, а потом, например, минуты-две ходить. Нет. Самая большая ошибка при наборе мышечной массы, и хочется, конечно, потроллить и сказать отсутствие анаболических стероидов, самая главная ошибка – это отсутствие регулярной прогрессии. И это настолько очевидно, настолько непонятно. А какие вообще есть способы прогрессии нагрузок? Использование дополнительного веса. Использование более сложных упражнений. Упражнение на взрывную силу. И, кстати, тоже можно выполнять с дополнительным весом. Об этом мое прошлое видео. Если не видел, то обязательно посмотри. Может быть статическое, статодинамическое выполнение? И является ли прогрессией нагрузок увеличение интенсивности тренировки за счет сокращения отдыха между подходами? Как говорит Андрей Смайев. Сегодня мы разберем эту тему. А все другие методы прогрессии нагрузок я разобрал в своем юбилейном 50-м выпуске на Boosty. Переходи по ссылочке в описании, поддерживай канал и смотри клевые эксклюзивные выпуски. Очень полезные, там их уже очень много, аж 50 штук. Вот так получилось, что у меня сегодня и юбилей на Boosty, и еще и день рождения. Собственно, вы можете сказать, посмотри, какой Андрей Смайев здоровый. Он наверняка все знает. Не то, что ты там, блин. Да он знает, но в рамках своей генетики и своего опыта. А я буду рассказывать в рамках своего опыта. Это опыт человека, который 16 лет весил 45 кг, имел жесткую дистрофию после тяжелой болезни. И которому все давалось очень тяжело. И можно было четко проследить, что на мне работает, что не работает, что эффективнее. Так вот, тренировки с собственным весом особого прогресса в силе и массе у меня никогда не вызывали. Только выносливость. Тут все дело физики. Чем ниже собственный вес тела, тем меньше нагрузка. Даже с учетом, что и мышцы меньше. Если ты только-только начинаешь потягиваться, отжиматься, тебе очень тяжело. Ты можешь 5-10 повторений, то да, ты будешь в силовом стиле прогрессировать. Но если с собственным весом тела тебе легко потягиваться, отжиматься, то нужно как-то увеличивать нагрузку. Тут может послужить четкий пример. Чем ниже собственный вес тела, тем больше относительно силы. Например, Андрей Смайев весит 120 кг. Он может потянуться самым большим дополнительным весом, то есть абсолютно сила. Но если он возьмет свой вес плюс свой вес, то есть 120 кг повесит на пояс, я думаю, он потянется раза 3, ну может быть 5 раз максимум. А топовые атлеты в стритлифтинге, которые сами весят 60 кг, могут накинуть свой вес на пояс, да, то есть 60 плюс 60 и сделать там 10 и более повторений. То есть у таких людей всегда сила относительно собственного веса будет больше. Поэтому и нагрузка собственным весом будет маленькая. Мезоморф начинает тренироваться собственным весом, начинает прогрессировать, набирать мышечную массу, его вес увеличивается, тем самым и на прогрессии нагрузок продолжается. А у ктоморфа получается замкнутый круг, он тренируется собственным весом, но не набирает массу. Значит и отсутствует прогрессия нагрузок. Если она отсутствует, то и набору массы нет куда взяться, да? Теперь что касается сокращения отдыха между подходами. Чем меньше вы будете отдыхать, тем сильнее вы будете забиваться, будет сложно там потягиваться, отжиматься и будет казаться, что вроде как мы увеличиваем тем самым нагрузку. Но на самом деле это не так. Да, есть такая тема, когда ты забиваешься, то есть например ты потягиваешься на максимум 30 повторений, все основные повторения будут происходить за счет сокращения медленных и волокон переходного типа, ну частично быстрых конечно. Но самые такие мощные высокопороговые мышечные волокна, которые лучше всего гипертрофируются, именно отвечают за силу, будут включаться только на моменте отказа в последних нескольких повторениях. Да, этот метод работает, чтобы заставить эти мышечные волокна опять же включаться в работу. Но поскольку они включаются только на последних повторениях, то объем этой работы крайне незначительный. И этого мало для прогресса. Маленький отдых не увеличивает объем работы этих мышечных волокон, потому что да, нам будет казаться, что мы забиты и нам сложно подтягиваться. Но быстрые мышечные волокна гликолитические, в них нет митохондрии, они быстро забиваются и дольше всего восстанавливаются. И с коротким отдыхом первую очередь будет восстанавливаться как раз таки медленные и волокна переходного типа. То есть работа будет опять именно идти на них, и они хуже гипертрофируются и дают меньше прирост силы. То есть работа тут опять на выносливость. То есть, чтобы задействовать быстрые мышечные волокна в работе с собственным весом, нужно делать на максимум повторения в отказ, через силу подтягиваться. Но нужно давать большой отдых между подходами, чтобы эти мышечные волокна потом восстанавливались, чтобы они могли работать, а не были забиты. Есть парочка хитрых способов, как продлить нагрузку на быстрые мышечные волокна в работе с собственным весом. На моменте отказа мы делаем очень небольшой отдых, допустим, просто висим виси на турнике или даже спрыгиваем, и потом добиваемся. То есть доделываем еще несколько повторений. Ну, так обычно все и делают. То есть, наподтягивался без остановки в отказ, потом чуть-чуть повисел, еще 1 повторение, сделал 2, 3, 4, и потом все. Главное не делать долгий отдых. Если делать вьетнамские подтягивания и долго отдыхать в виси на турнике, то у тебя начнут восстанавливаться низкопороговые мышечные волокна, да, окислительные, и работа будет идти за счет них. Второй момент – это статическая задержка на моменте отказа. То есть ты там потягиваешься, потягиваешься, последний раз уже не можешь дотянуть, и вот в этом положении максимально долго статически задерживаешься. Ну, там секунд 10 может быть получится, может 15 даже. Я, кстати, такие тренировки практиковал. В плане у меня был эксперимент по набору мышечной массы, я тогда набирал за 2 месяца, по-моему, килограмм 5. На таком способе тренировок он очень эффективно работает в плане прироста силы массы, даже с дополнительным весом, я так делал. Именно статическая задержка на моменте отказа. Но очень сильно уматывает, да, ЦНС там отлетает прям моментально. Исходя из этих данных, можно сказать, что намного эффективнее будет делать не тренировки высокоинтенсивные, да, с маленьким отдыхом между подходами. А наоборот, тренировку с длительным отдыхом между подходами до полного восстановления, то есть отдых вплоть до 5 минут. Но подходы должны быть максимально жесткие, прям до отказа самого лютого, доделывать еще отказ. Собственно, про это и Силуянов даже писал в своих книгах, да. Он там рекомендовал, чтобы вам помогали даже доделывать подходы, допустим, в жиме штанги лежа, когда ты дошел до отказа, чтобы партнер тебе помогал сделать еще несколько повторений, когда ты уже сам не можешь. Именно такие тренировки будут давать максимальное напряжение в мышечных волокнах, что стимулирует механический фактор роста. Смайев же делает упор на гормональный фактор роста. Да, он всегда рассказывает нам про бодибилдеров, про то, что они делают себе много повторку, пампят, посмотрите, как они выглядят, какие они огромные. Но за счет чего они такие огромные? Почему на них работает пампик? Да потому что они химики. У химика доминирует гормональный фактор роста над механическим. Химику достаточно загнать гормоны в мышцы, да, то есть запампить, закислить мышцы, чтобы тестостерон проникал внутрь клеток и, собственно, синтез белка запускается. И, кстати, примеры, которые привел Андрей Смаев, да, там, про себя, Турхановца, Евгения Лося, Литвинова крайне некорректные, потому что эти ребята используют дополнительный вес по полной программе, работают и все другие методы прогрессии нагрузок. И более сложные упражнения, то есть делать элементы, там, потяги на одной руке и так далее. Ну, конечно же, там, выходы на две, то есть взрывные повторения, это тоже прогрессия нагрузок. Даже если взять Ганнибала, да, там, который чисто там на турничках, чисто с собственным весом, он тоже прогрессирует нагрузку, выполняя передний виз, флажок, отжимания в горизонтальном поле, собственно, взрывные подтягивания. И это прогресс не за счет сокращения отдыха, а за счет увеличения нагрузки усложненными упражнениями. Я не говорю, что вот этот метод, типа, с собственным весом подтягивайся, забивайся, не будет работать вообще. Он, конечно, будет работать, просто эффективность у него меньше, чем вот способа, который привел я в примере. Именно на силу и массу. Там для других целей, пожалуйста, на выносливость. Это лучше работает. Для натурала пампинг тоже полезен, но как вспомогательное средство, да, чтобы улучшить кровообращение, растянуть мышечную фацию и так далее. Но это вспомогательный метод, нельзя на нем основываться. Это риск развития гипертрофии сердца, потому что пульс постоянно зашкаливает. Во-вторых, перезакисление вызывает чрезмерное разрушение мышцы, да, то есть перезакисление, накопление водорода бьет, в первую очередь, и по митохондриям, и даже по самим миофибрилам. В итоге разрушений может быть настолько много, что будет сложно восстановиться, и уж тем более уйти в суперкомпенсацию, то есть спрогрессировать. Тут как бы многое еще зависит от генетики. Один человек будет подтягиваться только собственным весом, и будет намного здоровее человека, который хреначит с дополнительным весом и делает все подряд. Но если брать тренировку в себе, да, то есть одного человека, и смотреть, что на нем эффективнее работает, да, потому что если бы я работал только собственным весом, многоповторку, да, то я был бы еще слабее и по массе даже меньше. И меня, в пример, лучше не брать. Почему? Потому что многие думают, да ты там 10 лет подряд качаешься, как так? Я редко тренируюсь. Я занимаюсь этим просто по фану. Три месяца могу потренироваться, три месяца вообще ничего не делать. Я так плотно, упорно тренировался до 2014 года. С этого момента я все делаю так, чисто. Ну, захотел, подделал что-то, захотел, не стал делать. Да, так что на меня вообще не смотрите, да, я провожу пример других людей. Если хотите посмотреть, чего можно достичь такими методами, человек с похожей на меня генетикой, это вот, например, Андрей Александров. Ну ладно, не забывайте, что на Boosty вас ждет видео про другие способы прогрессии нагрузок, оно тоже очень полезное. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока.